Здравствуйте, Камилов. О вас уже созвездилось такое устойчивое мнение. Вы можете, ну, грубо говоря, раздуть из мухи слона. Бой Минеев-Измаилов был самым большим в истории России. По раскрутке это была фантастика. Хотя, казалось, бойцы такие средние. Сейчас вот боксерское событие. И тоже к нему интерес колоссальный. При этом, если про Минеева и Измаила мы говорим, какие они средние бойцы, то про Емельяненко и про Кокляева мы даже такого не можем сказать. Поэтому вот как вам удалось создать такой ажиотаж? Я, честно говоря, в таком было тревожном предвкушении, когда вы начали сказать про вас уже твердо устояли, устоялось мнение. Ну, что же вы скажете? Насчет раздуть из мухи слона, наверное, ни Минеев, ни Исмаилов, ни Саша с Мишей не хотели бы чувствовать себя мухами. А слонами другое дело. Мне кажется, дело не во мнении, не в них. Дело, в принципе, в тренде. Есть тренд на здоровый образ жизни, на единоборство. Это хорошо. Люди готовы разговаривать про единоборство, люди готовы посещать единоборство. Это самое главное. И поэтому это на нашу задачу существенно облегчает. Что нужно? Нужно, на самом деле, иметь двух антагонистов. Потому что есть два похожих человека, которые примерно в одном ритме, в унисон вещают одно и то же. Никому это не интересно, как правило. В чем была фишка столкновения Минеева и Исмаилова? Это две культуры. Это разные народы, разные культуры, разный образ жизни. По большому счету это не столько бойцы, а сколько вот столкновений, как говорится, двух стихий. А в случае с Сашей, с Мишей, здесь своя фишка. Здесь столкновения стилей. Железный мир, Михаил Кокляев. И за ним десятки тысяч людей, которые железом занимаются. И по большому счету Миша в этом бою олицетворяет каждую из них. И может ли он, может ли он, запятая, качок, запятая, драться? Вот это вопрос. На этот вопрос мы послезавтра уже услышим ответ. Я думаю, что может. Побьет ли он Емеляенко? Если он побьет, то это будет просто колоссальная победа всего Железного мира над единоборствами. И тогда единоборствам придется, как говорится, очень долго брать реванш. Ну и плюс это два здоровых, известных мужика. Вес тоже имеет значение, могу сказать. Потому что все-таки, когда тяжи выходят в ринг или в клетку, я бы сказал, это, конечно, какое-то особенное зрелище. Угу. Поскольку, знаете, первый вопрос всегда был, в этом университете. Почему она не называется, скажем, Fight Night Nuclear War, допустим? Почему они не подвиги? Потому что инициатором проекта был РЕН-ТВ канал. Это вообще их проект. В данном случае, ну, спасибо РЕН-ТВ за доверие. Мы оказываем поддержку, как экспертиза. Да, то есть мы организация, которая многие годы проводит турниры по единоборствам. И поэтому мы на РЕН-ТВ посчитали, что мы те, кого можно там какие-то слоты доверить. Тут вроде пока удача на нашей стороне. Поэтому это не Fight Night. Но это могло бы быть и Fight Night, просто у нас даже фокус немножко на другом виде спорта, на смешанных единоборствах. Вот здесь на андеркарде будет поединок Гончарова и Новоселова. Я совсем понимаю, здесь будут перемешаны поединки по боксу и по смешанным единоборствам или как? Регламент должен быть? Я не могу вам сейчас сказать детали этого боя. Знаете, это больше ответ на запрос от диджитал-зрителей, потому что… Они хотели увидеть Новоселова? Новоселов, да, он больше такой герой интернета. Да, это туда. По каким правилам они дерутся там, это даже… В случае с Новоселовым даже не имеет никакого значения. А так-то, ну, я считаю, что это в первую очередь, конечно, если про спорт говорить, то это вечер для любителей бокса. Вот у вас недавно был вечер, где должен был дебютировать Дмитрий Кудряшов. Он снялся, а потом еще получилось, что и Новоселов не стал выходить. Наверное, это была самая уральная ситуация. Вот после этого у вас как-то возникли мысли, может, вы вообще больше не сотрудничаете с Новоселовым, поскольку, я так понял, это он узнал, что бой сорвался и захотел побольше денег. Так и было. Я для себя посчитал, что с Новоселовым больше сотрудничать не буду. Другое дело, что мы где-то недели две назад сели за стол переговоров. Ну, нашлись люди, которые оказались неравнодушны к ситуации, решили нас, как это принято говорить, помирить, что ли. Ну, вроде бы нашли общий язык. Давайте дальше посмотреть, что получится. А Кудряшова вы еще планируете задействовать в смешанных единоборствах? Ну, тут я вижу, что у Димы стремительно сейчас карьера опять боксерская пошла. И он никогда не скрывал, что для него ММА – это факультатив. Поэтому, если у него в боксе будут постоянные предложения, он будет в боксе. Но мы всегда открыты. Мы вообще открыты для экспериментов. И вот по тому, что говорили сегодня, вот сейчас и на пресс-конференции по отношению к Аклееву, мне такое ощущение, что вы прямо люто за него болеете. Хотите, чтобы был резонанс? Честно, нет. Я болею за обоих. Мне оба импонируют, могу сказать. Они разные, Миша и Саша. Да, для промоушена, как есть, скажу, всегда выгоднее, что выигрывает андердог. То есть, если Миша нокаутирует Сашу, там это будет вообще какое-то чудо, феерия. Все начнут это смотреть, топить. Сразу можно реванш организовывать и так далее. Хотя объективно Саня – фаворит. А так сказать, что мне Миша ближе или Саша… Я Сашу знаю уже 15 лет минимум, а то и больше. С Мишей мы знакомы несколько лет, но он тоже мой товарищ. Поэтому такого нет. Честно, я буду просто болеть за то, чтобы зритель кайфанул. Получилось ли подписать Александра на бой, скажем, вы планировали против Сергея Харитонова или вообще в организме? Пока нет. Пока нет. Очень хочется. Да, очень хочется это сделать. Аппетиты большие? Нет, там просто у Сереги занятость была. Он же в Белоторе дрался хорошо. Сейчас последний бой проиграл, сейчас травма. Но я думаю, что этот бой через год может состояться. Он должен состоять себя в этом уровне. Пока оба еще в ММА. У меня сейчас вот это ощущение. Вы всегда смотрите будущее. Скажите тогда, кого вы планируете еще скрутить в ближайшее время, что это будет опять же такая новая ситуация? Я хочу сделать реванш Минеев-Исмаилов. Емеляенко Кляев может быть реванш, если бой будет соответствующим. Емеляенко Харитонов. Ну, надо думать. И вообще за больших ребят. В следующем году хочу сделать гран-при больших ребят. Из него кто-то точно выйдет героем. Ребят, которые весят более 150 килограммов такие. А Измаилов уйдет из АСИА? Ну, у него еще бой по контракту. Уйдет он или нет, мы этого знать не можем. Но мы приложим усилие к тому, чтобы он в нашу клетку вернулся. А вот вы понимаете логику руководителей АСИА, которые почему-то не хотят подписать Минееву и не устроить этот хайповый бой с вами? Нет. По-моему, это даже нелогично. Минеев свободный агент, и он мог бы спокойно выступать в АСИА. А у вас не было мысли, после того, как прошел скандальный щиповедник Тимур Нагибина и Караханьяна, их там подписать и организовать? Ну, не хочу я Караханьяна. Я не говорю, что у нас его не будет, но чуть-чуть его трэш-тойкинг меня шокировал. Перебарщик. Какой грязнули, да. И скажите тогда еще про турнир прошел в АСИА, на котором там много россиян проиграли. Стало ли вашим шоком, или можно отсюда выделать какой-то вывод, что уровень российской ММА не так высок, как показалось? Ну вот, когда мы говорим про уровень ММА, мы говорим уже не только про техническую составляющую. С точки зрения техники класса, наши ребята одни из лучших в мире. Но с психологией у россиян проблемы. Мы очень эмоциональные. И немножко ребята подперегорели у себя дома. Вот и все. И не смогли выиграть, на самом деле, у середняков. Встретились они все еще раз и в другой стране все было по-другому. Тогда еще про забитый вопрос. Вот второй у него бой подряд, где он в третьем раунде жутко сдает. Вот если у него дадут 5-раундной поединок, а этот 5-раундной придется драться, если ты хочешь чемпионом, у него шансы какие? Ну, если бой будет в высоком темпе, то забит сейчас не готов на 5 раундов, я считаю. Нужно время. Это именно то, что он никогда не будет готов? Или он сейчас просто готовится к 3-м раундам? Ну, скажем так, он производит впечатление не самого функционального бойца в целом. Ему надо над этим работать. Потому что если он функционалку, как говорится, сделает, то он будет идеальным. Но надо пахать. Спасибо большое, Камера. Удачи. Спасибо.